Всем привет, друзья! Сегодня воскресенье, а значит подводим итоги нашего еженедельного челленджа Найди Раскрась за прошлую неделю. Сегодня у меня новая картинка на столе, как вы видите. Мою прошлую картинку буквально перед съемками обнаружила, что коты понаделали дырок в ней и как-то совсем некрасиво на таком состоянии. И ничего более подходящего я найти не смогла, кроме вот этой вот картинки. Это школьная работа одной из моих дочек. Времена года, судя по всему, осень, зима, весна. Надеюсь, не очень будет вас отвлекать. Ну, пока доберусь я купить новую картинку на стол, я не знаю, пока буду использовать это, чтобы уж не совсем драный стол показывать. Но вернемся к нашему челленджу. На прошлой неделе был у нас челлендж «Замок». И получила я меньше работы, чем на предыдущей теме. Всего 35. Не знаю, или замков маловато, или тема не зашла. Давайте покажу вам свою работу. Раскрасила я только одну. Опять же, не успела больше ничего. Выбрала я вот эту иллюстрацию от Лоры Раферти. И вот такая вот девушка с замком в прическе. По-моему, у нее оригинальное название «Принцесса на горошине» или что-то в этом роде. Я ее назвала «Мечты о красном замке». Ну, отсылка к «Игре престолов», как бы, да. Дейенерис, поэтому я ее такой блондинкой сделала. Вот. И дракон тут вот присутствует. И поэтому замок я тоже сделала красным цветом. Хотя это, как бы, девушка-эльф, да, уши не удлиненные. Но вот вдохновение мое шло оттуда. Из «Игры престолов» и, как бы, связь с Дейенерис и красным замком. Оригинальная иллюстрация – это в квадратном формате. И вот не люблю я, когда квадратные картинки «Принтришна А4». Они и меньше получаются, и вокруг много пустого пространства. Плюс иллюстрация, вот, нарисованная, как я называю, просто летающая голова. Вот совсем чуть-чуть здесь было, вот, плечики и руки. И потом очень трудно придумать, что сделать с этой вот головой. Была у нее версия, как бы, в рамке тоже. Ну, рамка там цветочная, по-моему, орхидеи там. И посмотрела я, ну, как-то в мою концепцию не подходила та рамка. И поэтому распринтрила я себе без рамки версию этой иллюстрации. Ну, и в итоге вот так вот я сделаю. Вот, как бы, звездная рамочка вокруг, вот. Ну, не могу сказать, что я прям очень довольна этой иллюстрацией. Ну, вот, как бы, раскрасила и раскрасила, да, проходная. Не вызвала она у меня каких-то особых эмоций. Вот, ну, как опыт, вот, пораскрашивала волосы, да, там, вот. Вот, а так, в общем-то, ничего особенного, я считаю. С этой иллюстрацией как-то вот не пошла она мне. Не вызвала нужных эмоций. Ну, тем не менее, вот, задание выполнено. Замок раскрашен. Опять же, потренировалась в очередной раз раскрашивать такого цвета волосы, вот. Думала, что с фоном тут придумать, да, вот. Ну, неделя не прошла даром, я считаю, все равно. Так, по вашим работам замки разные, большие, маленькие, очень маленькие. Раскраски, ну, оказалось, из Джанны Бесфорд, наверное, чуть ли не в каждой раскраске у нее, оказывается, можно найти замок. Потому что я получила из нескольких разных раскрасок, Джанны, иллюстрации. Мария Тролля тоже, вот, и несколько картинок, и Кербера Заннес. Ну, остальные такие, более, менее известные раскраски. Ну, давайте посмотрим на все эти замки, почувствуем себя принцессами. Хотя бы на короткое время. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, вот такая была у нас галерея за прошлую неделю с очень симпатичными и разнообразными замками. Всем спасибо, кто присоединился к этому челленджу. Ну, а сейчас давайте выберем тему для следующей недели. Беру свою коробочку и давайте же узнаем. Так, выпала нам тема оружие. Ну, я даже не знаю, какую категорию отнести ее, возможно, кому-то это сложная тема покажется. Ну, для меня нет, ну, для меня нет, я думаю, здесь, потому что можно любое оружие раскрашивать. Нож, кинжал, меч, ну, я не знаю, что там еще, булава какая-нибудь. Поэтому, опять же, подойдет тема фэнтези. Конечно же, оружие не обязательно должно быть крупным, а просто где-то или висеть на поясе, там, торчать из кармана, не знаю. Вот, у себя, я уверена, найду много достаточно интересных картинок. Вот, те же пираты, да, с их ружьями, саблями. В общем, для меня тема будет интересная. Так что отправляюсь на поиски. Увидимся позже. Так, я снова с вами. И с большим количеством раскрасок, где можно найти иллюстрации оружия. Очень-очень много таких иллюстраций. Если взять тему фэнтези, то там вообще практически на каждой иллюстрации какой-нибудь кинжал или меч, или копью, лук со стрелами. Ну, также и в раскраске другой тематики, не фэнтезийной, тоже очень много можно найти примеров. Я постаралась отобрать самые интересные, ну, немного отличающиеся иллюстрации. Плюс, конечно же, раскраски, в которых у меня еще ничего не раскрашено, или только по одной иллюстрации раскрашено. Ну, выбор на самом деле, это вот просто зашкаливает. Возможно, это вот самый большой выбор на эту тему. У меня иллюстрация, это вот оружие. Первая раскраска. Киану Ривз. Раскраска, которая у меня никак не хочет раскрашиваться. Сколько раз я вот ее откладываю, как бы что-то в ней раскрасить. И никак не раскрашиваю. Есть здесь иллюстрации и на тему оружия. Вот первая, очень миролюбивая иллюстрация. Но здесь у нас есть ножик, которым киану режет. Перец, наверное, болгарский. Так что это подойдет тоже к теме оружия. Есть и другая, где уже конкретно оружие. Вот он тут у нас в роль самурая какого-то. Вот, не знаю. Хотелось бы начать эту раскраску, но никак она не начинается. Очередная раскраска. Вот вторая из таких моих не начинающихся раскрасок. Есть еще и третья. Правда, здесь ее не будет. Это театр Кабуки. Люблю иллюстрации в этой раскраске. Ну, нет, чтобы взять и раскрасить что-нибудь. Не знаю, не идет. И вот наружу здесь, на тему оружия здесь есть, конечно же, несколько картинок. Самураи все-таки, Япония. Ну, вот эта мне понравилась. Какая-то такая вот интересная с рыбой. И это и на заднем плане. Поэтому подумаем. В этой раскраске мироморфозы. Здесь есть картинка, где, если кто совсем не захочет оружие раскрашивать, тут есть маленький-маленький вот такой кинжальчик. Да? Но, тем не менее, он здесь есть, поэтому можно и раскрасить эту картинку. Вообще, здесь столько всего. А вот еще тут есть один вид. Сразу даже не заметила. Ну, вот такая картинка. Это, если у меня совсем времени не будет. Праздники Непала. Такая вот раскраска. Ну, здесь у меня всего одна картинка раскрашена. Ну, и вот эта мне нравится. По теме оружия такой вот... Непальский Раджа защищает, наверное, свою королеву. Вот змею он тут разрубил. Ну, такая вот интересная сюжетная картинка. Королевы Польши. На удивление, здесь тоже нашлась картинка с оружием. Вот такая вот королева Агафья Светослава. Ну, та еще дамочка, если почитать здесь. Поэтому вот она, наверное, с кинжалом изображена. Вот он. Здесь у меня тоже одна только картинка до сих пор раскрашена. Гугели. И здесь... Я свою книгу так и не пролистывала. Ну, есть, наверное, несколько здесь примеров. Вот такая мне понравилась. Небольшая картинка. Вот у нее такое... Не знаю, как это оружие называется. Ну, вот есть две штуки у нее в руках. Вот. И на следующей странице, кстати, тоже есть. Только здесь уже такой вот парень с мечом. Другого плана картинка. полегче и по сюжету, и по стилю рисования. Это цирк. Ну, и вот такая есть. Метатель ножей. Да, ну, вот здесь... Как бы другое. И еще есть вот такой красавец тоже с мечом. Пираты и русалки. Здесь, конечно, много иллюстраций со всяким оружием. Сами пираты и пиратки. Ну, я вот отложила такое, что попроще. Если тоже не будет времени, хотя бы вот такой раскрасить. Пиратский череп. Тут, правда, не с костями, а вот с саблями, наверное, это... Шпа... Или шпа... Нет, это не шпага. Сабля, наверное. Ну, короче, не специалисты по оружию. Вот здесь одна у меня до сих пор иллюстрация раскрашена. В этой раскраске Чинтака Хират. Сага Огонь и Вода. Здесь тоже есть несколько с оружием. Ну, вот этот. Так, какой-то интересный товарищ. Огонь тут везде. И он... Знать бы еще кто. Ну, интересная картинка. Так, вот это Митас. Филиппинская мифология. Давно в ней не раскрашивала. Да, вот. Только одна у меня до сих пор раскрашена. Не нашла бы такую картинку. Это богиня войны и ядов почему-то. И вот здесь прям тут полно всяких кинжалов. Ну, есть всего парочка распечаток, потому что и в раскрасках у меня хватает выбора, чтобы еще и распечатки брать. Ну, просто которые самые интересные, возможно. Моня Гейтс. Вот такая фея, наверное, с луком и стрелами. Малоизвестный художник с Этси, мистер Мюзет. И это из его сета с Архангелами. Я не очень разбираюсь в Архангелах, кто из них кто. Но вот этот вот убивающий дракона, это кто? Гавриил, наверное. Ну, не знаю, кто в курсе, напишите, да, что за Архангел вот это вот. Нравится мне такой необычный стиль, да, и вообще необычная картинка. Вот у него копье и меч тут есть. Интересно. Мариола Будек. Вот такая есть у него картинка. Девушка с кинжалом. Вся в тату. Красивая. Ну и Джек Хейни. Его коты. И здесь у нас викинг. Ну, прикольные картинки. Много интересных. Выбор неимоверный. И вот было бы еще и времени достаточно, чтобы побольше успеть раскрасить. Ну, буду смотреть, как получится. Надеюсь, у вас найдется тоже что-нибудь интересненькое на эту тему. Будет любопытно посмотреть. Буду ждать вашей работы. На сегодня все. До следующего раза. Пока.